8 семей из 10 расходуют на еду 40% бюджета, при этом часть этих денег тратят впустую. Многие продукты так и остаются несъеденными. Примерно четвертую часть всех купленных продуктов в итоге просто выбрасывают. Считают, что они уже непригодны для употребления. Проверим, так ли это на самом деле. Всего за 10 минут мы нашли полбутылки кефира. Срок годности вышел вчера. Коробку готовой лапши, нетронутый творожок, тоже с истекшим сроком годности, и бананы. Немножко потемнели, но в общем, посмотрите, нормальные бананы. Семье Боровиковых даже представить не могут, что так можно поступить с продуктами. Августе Федоровне 97, она прошла войну и знает, что такое голод, поэтому всю семью приучила, еду выбрасывать нельзя. Даже не только хлеб, но и все остальное, это же питание для человека, как же его выбрасывать-то. В дело тут идут все продукты, даже немного лежалые. Из подсушенного хлеба делают сухари, из подкисшего молока – тесто для пирогов, а из подвядших овощей – фирменный салат. Вот остается кусочек свеклочки, кусочек капусты, кусочек лука, и вот все это, но более мелко крошит, получается самый вообще вкусный салат на свете. То есть салат такой, знаете, он на самом деле из остаточков. А вот семья Тарасовых умудряется экономить не только на самих продуктах, но и с их помощью на бытовой химии, косметических средствах и даже на лекарствах. Из яичной скорлупы можно приготовить кальциевую воду для профилактики остеопороза. Отвар фасоли прекрасно подходит для стирки шерстяных вещей. Из остатков самой фасоли, добавив масло и лимонный сок, Марина делает маску для лица. Обладает и отбеливающим, и, что немаловажно, подтягивающим для кожи эффектом. А вместо чистящего средства от накипи Тарасовы используют картофельные очистки. Эффект уверяют не хуже, при этом никакой химии.